Этим обвиняемым не сидится даже на скамье подсудимых. Кажется, в любой момент крепкие парни готовы устроить дебош. Именно так, по версии следствия, 9 человек и поступили весной 2011-го в Ивдельской колонии. Отбывая сроки за грабежи и кражи, они раздобыли палки, черенки от лопат и остро наточенную биту. С этим оружием пошли войной на соседей по бараку, которых якобы поддерживало руководство колонии. Направились на территорию третьего отряда, где избили в частности завхоза, а также несколько других заключенных. От рук и ног погромщиков погиб случайно осужденный. Он пытался спрятаться около свалки, но по материалам дела зачинщики восстания приказали бить его буквально до талого. Ранение получили еще 13 человек. Несладко пришлось и казенному имуществу. Помещение громили без разбора. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Главаря бунтарей приговорили к 13 годам лишения свободы. Его соучастники получили сроки от 6 до 10 лет. Правда, признавать свою вину они до сих пор отказываются. На стороне подсудимых и их родители. Постараюсь дождаться сына. На ваш взгляд, следствие справедливо шло? Нет. Почему? Не мог он этого все сделать. Эти ребята вообще тут ни при чем вообще они. Истинной причиной беспорядков, по мнению родных, дважды осужденных, стали поборы и вымогательства со стороны активистов. За колючей проволокой так называют авторитетов, которые активно сотрудничают с руководством колонии. На фары, что машину разбил, нужно 10 тысяч. Мы высылали это. То надо отопление делать, то еще что-нибудь, то краски везти. Мы все возили, все для них. Как отказали, все вот началось вот это. Это нервотрепка. Как зовут вас уже? Чтобы доказать, что все это не сказки, подсудимые сочинили письмо для журналистов. В нем они написали, что признательные показания у них выбивали под пытками. А сам процесс называют заказным. Все, что было сказано ими, все было сделано под пытками. То есть вплоть до того, что иголки под ногти запихивали, чтобы они признались. Угроза изнасилованием была. То есть там очень-очень страшные избиения были. Вот только 600 свидетелей и около 30 экспертиз, в том числе генетических, полностью опровергают слова арестантов. Доказывать свою правоту им теперь придется в Верховном суде. Но и на этом ставить точку в громком деле пока рано. Для бедерых обвиняемых этот приговор, возможно, будет не последним. Ведь беспорядки не устраивали не только в колонии, но и в зале суда. В ходе слушаний пьяные обвиняемые разгромили караульное помещение, разбили стекла и сломали мебель. Проверка по этому факту сейчас в самом разгаре. Кирилл Солодков и Владимир Середа. Новости 41 канала. Продолжение следует...